всем привет сегодня снимаю видео о пустых баночках за октябрь месяц баночку у меня получилось довольно таки много и сразу начну рассказывать о них начну с волос закончился у меня вот такой вот шампунь очищающий марокканский шампунь это планета органика у него была вот такая вот помпа здесь было двести восемьдесят миллилитров значит он заявлен как шампунь очищающий марокканский на основе черной марокканской глины масло оливы и органическое масло амбр шампунь этот мне очень понравился у него был очень приятный аромат вот он сейчас сохранился не знаю чего-то восточного такого очень приятный аромат он был коричневый такой какой-то консистенции мне немножко показалось что наверно даже вот эта вот глина была действительно составе марокканской но тем не менее волосу он абсолютно не подсушивал у него очень хороший состав здесь заявлено очень много масел вот черная марокканская глина масло оливы органическое масло растительные аромат органовое органическое органовое масло то есть вообще очень 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 и очень много масел причем они начинаются самого первого места начинаются масла и То есть я считаю, что шампунь этот хороший, я у девчонок других слышала отзывы хорошие на этот шампунь, на шампунь именно вот такой вот серии, в таком вот объеме, и я считаю, что если мне попадется еще где-то, я обязательно буду брать, я видела, там у них есть Алепский какой-то шампунь еще, в общем, там у них есть линеечка такая небольшая этих шампуней, хотела бы я еще, конечно, попробовать, но вот этот мне очень понравился, волосы становились после него живые, какие-то такие напитки, напитанные, они очень легко расчесывались, можно было использовать даже без бальзама, то есть вообще шампунь классный, я рекомендую. Далее у меня закончился вот такой вот шампунь DAF, контроль над потерей волос, шампунь укрепляет корни для слабых волос, здесь 250 мл. Я когда-то ранее приобретала такой шампунь, мне он тогда нравился, в этот раз почему-то я купила, он у меня подсушивал кончики, очень сильно подсушивал, волосы становились, ну, немножко даже такие, как соломенные, хотя я даже, я использовала его и с бальзамом, но как-то этот раз я от него осталась не в восторге, он не вызвал на меня таких, такой бури прям эмоций приятных, как ранее, когда я им пользовалась. Сейчас пока сомневаюсь, что в ближайшее время буду его приобретать. Ну, так, шампунь хороший, я знаю, что он хорошо увлажняет волосы, но может быть именно вот это вот, что для укрепления корней, может быть он как-то немножечко мне не пошел. Так, сегодня утром, буквально закончился у меня вот такой вот шампунь укрепления и свежесть, это чистая линия, крепкий дубовый отвар с гречихой, здесь было 400 мл, вот эта бадья, она у меня стояла еще с прошлого лета, я ее, в общем-то, замучилась ей пользоваться этим шампунем, я его то отставляла, то снова начинала им пользоваться. Просто реально шампунь надоел, если честно. У него был приятный аромат, такой действительно какой-то гречихи, но сам по себе как бы он хорошо очищал, можно сказать, даже до скрипа очищал, но какого-то вот эффекта там я от него особо не почувствовала, волосы действительно, может быть, немножко жирнились поменьше, но он мне просто надоел, если честно, и я его сомневаюсь, что когда-то буду приобретать в ближайшее время шампунь подобной серии, потому что сейчас шампуни вообще много, в наличии есть, в запасах стоят, ждут своей очереди, так что пока я не приобретаю. Так, следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот питательный бальзам, питательный ополаскиватель всесторонний уход. У меня был шампунь к нему, но шампунь закончился как-то быстрее, и, в общем, бальзамчик закончился позже ополаскиватель. Это, забыла сказать, это серия Advanced Techniques, это от CIS AVEN. В общем, этот кондиционер мне понравился, в нем содержится органовое масло, он насыщал волосы какой-то вот энергией, силой, они становились, были блестящими, имеет приятный аромат, кремовая консистенция. В общем, я рекомендую мне вот эти серии, вообще Advanced Techniques, особенно вот эта, вот очень нравится, у меня была такая же сыворотка из этой же серии, очень-очень понравилась. Далее. Для волос у меня закончился от 100 рецептов красоты вот такой вот бальзам, домашнее ламинирование на желатине. Здесь было 200 мл, тоже он у меня давно стоял, как-то я им особо пользовалась в случае к случае, тут решила все добивать нужно, все баночки свои. Ну, не знаю, я у девчонок, у многих видела, что они прям в восторге от этого бальзама, как-то у меня особо он тоже эмоций никаких не вызвал. Бальзам, как бальзам, я бы не заметила, что мои волосы становились как-то, какая-то гладкость у них появлялась прям сногсшибательная там, или какое-то вот именно ламинирование. Не знаю, обычный бальзам, ничего такого, он был желтого цвета, кремовый, приятный аромат имел, но не более. То есть я как-то от него особого эффекта вообще не увидела. Также, как я не увидела особого эффекта вот от этого бальзама для волос, 100 рецептов красоты, перцовый для укрепления волос. Он действительно, запах именно у него был, немножко перца, какого-то лука, здесь лук заявлен, луковый сок. Здесь 120 миллилитров, в общем, тоже особо эмоций никаких не вызвал, я вообще считаю, какая-то вот не очень вот эта вот серия, может быть, бальзамов. Возможно, я ее не распробовала, хотя сейчас у меня есть 100 рецептов красоты, бальзам в банке, по-моему, с миндальной хлебом, там что-то, по-моему, такое. Вот тут классно, тут очень мне нравится, и я им пользуюсь. И, ну, вот эти вот как-то не очень особо, я вообще, у меня дифирамбов я не могу им петь, но и сказать, что они совершенно ничего не делали с моими волосами, я тоже не могу. Они все-таки за ними ухаживали, но какого-то видимого эффекта я не заметила особо. Так, с волосами покончено. Следующее, что у меня закончилось, ну, перейдем, наверное, к лицу. Вот такая вот умывалка, это очищающий крем, нежно очищающий крем, это сибирская коллекция бальзамов компании Сибирское здоровье. Очень классный крем, очень мне он понравился, он был белой консистенции, имеет приятный очень аромат. Здесь, сколько миллилитров-то? 100 миллилитров. В общем, крем действительно разносился по лицу, делал его бархатистым, хорошо очищал. В общем, средство прекрасное, если мне будет возможность еще приобрести, я обязательно себе приобрету. И самое главное, что здесь в составе нет лауреусульфата. То есть здесь очень-очень такое все натуральное, здесь тоже очень много масел. В общем, хорошее средство, хороший продукт, мне очень понравился. Я при возможности повторю, что буду его приобретать. Так, у меня закончился вот такой вот тоник, Байкал Хербалс, очищающий тоник для лица. Хороший тоник, понравился мне. Здесь было, сколько миллилитров-то? Наверное, 170 миллилитров здесь. В составе также очень много масел, даже не масел, а вот таких природных каких-то компонентов. Таких, как экстракт шлемника байкальского, экстракт пастернака, органическое масло календулы, экстракт мяты лесной, органический экстракт тавелл, геогранический экстракт шалфея. Консерванты, конечно, тоже есть. Он действительно имел приятный травяной аромат. Сейчас уже, по-моему, аромат немножко видоизменился в бутылочке, но, возможно, потому что срок годности тут уже истек. Но я его успела закончить. У него вот такая вот, здесь была помпа. Очень прекрасный продукт, мне понравился. Я, в общем, байкал Хэрблс, вот если судить именно по этому тонику, мне нравится этот продукт, эта серия, если судить только по тонику. Но я понимаю, что судить только по тонику невозможно, потому что нужно брать и другие продукты. Но тоник мне понравился для жирной комбинированной кожи. Очень хороший, не стягивал, прекрасно увлажнял и немножечко даже подсушивал, что ли. Ну, очень хороший продукт. Так, что еще у меня здесь закончилось? От серии A New Genesis, это Avon. Закончился вот такой вот у меня крем. Здесь, значит, не слово на русском языке, но я помню, что это был крем для темных кругов под глазами. Абсолютно вообще бесполезный какой-то продукт. Абсолютно никак он меня вообще не удовлетворил. Вот так вот он выглядел, прошу прощения, вот за этот крем этот вот. Он закрывался здесь. Сейчас я вытру немножечко, покажу вам, как это все происходило дело. Значит, вот так вот выглядит этот продукт. Вот здесь вот имеется такая дырочка маленькая, отверстие. Значит, закрывался он вот так вот. Вот, то есть вот так вот мы его закрываем, и отсюда ничего не выдавливается больше. Никак нельзя выдавить. Открываем таким вот образом, и можно здесь уже выдавливать. Но здесь уже ничего нет, я его просто добивала, потому что продукт мне не понравился вообще. Он какую-то имел консистенцию. Он такой был белый, не прозрачный, белый у него был цвет. Какие-то, мне кажется, частички содержались, имеется в составе. Но никакие темные круги он не убирал, это точно. И увлажнял он как бы не особо хорошо. Но абсолютно проходной продукт, выброшенный просто деньги на ветер. Вообще даже говорить о нем не хочу. Ничего такого он меня не вызвал. Только единственное, я им очень-очень-очень долго пользовалась. Закончился. У меня вот такой вот ночной крем Биоэффект от Фаберлик. Значит, я его практически весь до конца вымазала. В общем, хороший продукт. Приятный аромат имеет. Но я его просто добивала уже на руки, на ноги, потому что у него вышел срок годности. Он у меня до такой степени стоял, что он у меня вышел срок годности. А так, крем хороший, серия вот эта очень хорошая. И мне она нравилась безумно в свое время, когда она была в каталогах. Сейчас ее уже давным-давно нет. Ее убрали с производства. И очень, конечно, жалко. А так, продукт хороший. Я хочу сказать вот то же самое вот об этой вот маске для лица, тоже из этой же серии. Питание и защита для всех типов кожи. Прекрасная маска. Я ее использовала до конца. И по назначению, по прямому. Тоже имеет приятный аромат. Даже вот, не знаю, немножко, мне кажется, парфюмированный какой-то что ли аромат. Прекрасная маска. Кожу делала бархатистая, увлажненная. Питала хорошо. Хорошая, очень хорошая маска. Если бы, конечно, была возможность приобретать, и ее не убрали без каталога, то, конечно, я бы ее приобретала. Дальше. Ну, вот у меня был такой пробничек от Ифраше. Анти-Эйдж Глобал. Это... Что же это такое-то? Наносить каждое утро на кожу лица и шеи. По-моему, это был то ли крем какой-то, то ли маска. Это была точно не маска. В общем, это был какой-то крем. Крем, да. Хороший пробник, мне понравился. Нанесла его на лицо. И, в общем-то, осталось довольно неплохой, я так думаю, что крем. Возможно, когда-либо куплю полноценную версию. В полном объеме. Так, немножко скажу о руках. Закончился вот такой вот у меня крем для рук. Это Эйвен Кэр. Роскошный уход с органовым маслом, глицерином и витамином Е. Здесь у нас было 100 мл. Хватило я у меня довольно-таки надолго этого крема. Здесь еще, видите, старая вот эта вот упаковочка, крышечка старая. Многие говорили, что не очень нравится запах, запах, но мне нравится. Запах прикольный, приятный. В общем, я осталась довольна этим кремом. Он неплохо увлажнял. Хороший крем. Вот такой вот закончился крем для рук. Витамин глицериновый от компании Весна. Я его покупала еще летом. Здесь содержит масло оливы, экстракт шиповника и витамин А. Сначала, когда я приобрела этот крем, он мне очень понравился. Ну, просто вообще я была от него в восторге. Он был такой... Ну, я просто, так скажем, тащилась от аромата этого крема. Но я затем его вообще брала в поездки. Затем, когда я приехала с отпуска, и немножко его как бы отставила. И забыла немного о нем. После, когда я к нему вернулась, я обнаружила такую закономерность, что после того, как нанесешь этот крем на руки, через какое-то время он, можно так сказать, что он испаряется, или он впитывается, и хочется еще нанести. То есть он немножко, мне даже кажется, подсушивал кожу. То есть хотелось его наносить, и наносить, и наносить. С чем это связано, я не знаю. Но что мне нравилось в этом креме, что у него аромат очень приятной оливы. Я почему-то вообще была в восторге от этого аромата. Мне он очень нравился, этот аромат оливы. И, в общем-то, потом я поняла, немножко раскусила этот крем, что хотелось его то и дело наносить на руки. И поэтому как-то я его быстренько добила, чтобы он меня не раздражал. Вот так вот. Так, немножечко вот так вот делаю. Потому что уже не влазим. Далее, что у меня закончилось еще? Закончилось у меня вот такое вот жидкое мыло. Малина и белый шоколад. Это от Серебьюти Кафе. Фаберлик. Я показываю его в своих покупках. Очень приятно имеет аромат. Многие, тоже у девчонок смотрела, что приторный какой-то. Но нет, мне понравилось. Я им пользовалась летом. Очень-очень классный. Мне понравился этот аромат. Хорошо пенится сам продукт хороший. В общем-то, я осталась довольна. И я рекомендую к покупке этот продукт. Он кожу не сушит. Очень классный. Закончилось у меня вот такое вот еще мыло. Туалетное. Это от фирмы Весна. Олива, миндаль и персик. Сейчас он у меня находится в использовании. Этот брусочек мыла. Хорошее мыло. Отлично очищает руки. Не сушит. Ну, классный продукт. Тоже могу рекомендовать. Еще что у меня закончилось. Буквально сегодня, опять же утром говорю, закончилась вот эта вот бадья ароматерапия освежающая гель для душа от Avon Senses. Ну, про гели, про эти можно говорить, по-моему, уже бесконечные. И много им дифирамбов уже, дифирамбов пета. У него обычная вот такая вот крышка старая еще. Здесь было 500 мл. Покупала его прошлым летом. Хороший гель. Приятный аромат. Я просто тогда на этот ягоды Асай на эти подсела. Мне он понравился. Они очень понравились. И я его просто купила, эту бадью, но вот еле-еле мы ее домыли. Уже надоело. Так, закончилась у меня вот такая вот пена для ванн. Жасминный белый чай. Это также от Avon. Очень приятный аромат. Очень, вообще классный. Очень понравился этот продукт. Ну, пены вообще хорошие, конечно, в Avon. Уже говорить про них, мне кажется, смысла нет. Все, наверное, уже знают об этих продуктах. Очень хорошие. И аромат приятный имеют. В общем, хорошие продукты. Я долго про них говорить не буду. Так. Закончился вот такой вот. Сейчас покажу. Очищающий гель для женской интимной гигиены. Avon Simple Delicate. Или Delicate. С легким цветочным ароматом. Значит, здесь было 300 мл. Хороший продукт. Мне понравился, в общем-то, этот гель. Но, единственное но, здесь объем, в принципе, большой. Для такого продукта, мне кажется, объем большой, потому что пользоваться им вот 300 мл, это очень много, мне кажется. Просто он мне надоел. Мне надоел вот этот вот легкий цветочный аромат. Он, мне кажется, вообще не цветочный и не легкий. Но, немножко есть. Ну, чем пахнет? Я не знаю. Может, действительно легкий цветочный аромат. Но сейчас я им только вот его закончила. Буквально 2-3 дня. Но, мне кажется, что он мне до такой степени надоел этот аромат. Легкий цветочный. Я не знаю вообще какая-то. Уже вряд ли когда-то приобрету именно вот такой вот продукт. Но так уже надоел аромат. Вот этот вот, потому что именно объем большой. Все-таки для такого продукта большой, мне кажется, объем. Что хотелось бы сказать в пользу этого продукта. Сейчас я начала пользоваться от Фаберлик для женской интимной гигиены, очищающим гелем для чувствительной кожи. Вот он уступает по своим пенообразовательным свойствам, если можно так выразиться. Он уступает. То есть, вот этот вот гель, очищающий от Avon, он лучше пенится. Он как-то лучше очищает. Тот все равно, он такой как-то не очень по вот именно очищающим свойствам. Он не очень. Мне не очень нравится он уже. И я сразу вспомнила, что у Avon был, конечно, лучше пена была образовывалась. Закончилось у меня вот такое вот средство для мытья посуды, концентрированное с экстрактом алоэ вера. Это дом Фаберлик. В общем-то, неплохое средство. Но дифирамбов я ему также петь не буду, потому что мне он не очень понравился. Как-то я приобретала ранее такой продукт, давно. У меня его хватило на год, я помню. У меня хватило целый год, я мыла посуду этим средством. Я его не разбавляла. Сейчас я не понимаю вообще. Буквально я его вымыла, его использовала, ну, может быть, месяца, может, два месяца. Вот так примерно. Не знаю, скажите, как у вас, как вы пользуетесь, сколько у вас по времени он дюжит, в течение какого периода вы его расходуете. У меня как-то, мне показалось, быстро ушел этот продукт. Еще закончился у меня концентрированный концентрат для белья от Хелп «Золотая осень». У меня вообще с этим концентратом была такая история интересная. Я пошла в магазин, мне нужно было купить этот кондиционер для белья. Пришла, я даже его не открывала, чтобы послушать аромат. Я просто его купила и ушла. Когда я пришла домой, я открыла и думаю, ну, послушайте все-таки. Настолько пахло каким-то прокисшим просто продуктом. Ой, сейчас такой же точно аромат из банки вот из этой. Вообще какая-то просто, ну, что я купила вообще? Какая ужас, как я вообще могла? Надо было хоть открыть, послушать этот аромат, который из бутылки. Ну, вот реально прокисший какой-то продукт. Пахнет ужасно. Ну, как я буду им стирать? Ну, что я буду делать? Думаю, ну, с таким запахом даже невозможно будет мыть пол с этим продуктом. Ну, как это? Ладно. Я начала стирать. Думаю, ну, что сделаешь? Немножко добавлю и что получится? Вы знаете, когда я вытащила вот эти белье из стиральной машинки, я вообще была в шоке. Настолько был приятный аромат. Он как-то раскрылся. И всегда я думала, ну, может быть, это вот именно первый какой-то. Может, с порошком они как-то взаимодействовали или что-то. Но факт в том, что когда я его вытаскивала, каждый раз вот эти вещи вытаскивала из машинки, вообще аромат был приятный. Такой какой-то, ну, фруктов, овощей, ну, каких-то, возможно, действительно золотой какой-то осени. Классный аромат. Не знаю, почему даже сейчас из бутылки вот из этой исходит вообще ужасный аромат прокисшего просто продукта. Не знаю, с чем это связано, я не знаю вообще. Так, что еще касается дома, закончился у меня очередной санокс, чистая ванна, хорошее средство. Я уже о нем рассказывала в одном из своих видео о пустых баночках. Хороший продукт, отлично удаляет различные загрязнения, ржавчину удаляет хорошо. Я его использую как для ванны, так и для унитаза. Хороший продукт, рекомендую, очень бюджетный. Ну, мне очень нравится. Еще для дома закончился у меня вот такой вот освежитель воздуха сирень. Освежитель воздуха. Это Рио Рояль. В общем-то, бюджетный такой достаточно освежитель. Ну, аромат мне этот не нравился. Абсолютно фигня какая-то неприятный. Мне не понравился абсолютно этот аромат. Я его рекомендовать не могу. Сейчас купила другой с... Забыла, как называется. С лимоном, по-моему. Там вот хороший классный аромат. Так. Дезодорант. Такой вот у меня закончился. Леди Спитстик. У него такая вот интересная здесь. Вот такое интересное оформление. Так вот просто нажимаешь. Вот сюда вот и продукт выходит. Ну, даже сейчас немножечко есть. Знаете что? И что я хочу рассказать про этот дезодорант. Дезодорант этот у меня был, по-моему, также с прошлого лета. Я им пользовалась. Но меня раздражал в нем аромат. Вообще был какой-то вот аромат порошка какого-то, что ли. Вот чего-то такого. Мне абсолютно он не понравился. Я его отставила. В этом году, этим летом, когда у меня закончился дезодорант, я просто была вынуждена вернуться к этому, потому что я не приобрела себе в запас дезодорант. И, в общем, я начала им пользоваться. Мне он понравился. Понравился он мне тем, что он не оставлял белых следов. Он отлично защищал от пота. Именно даже в жару, когда была вообще жестокая жара, он хорошо защищал от пота. Я даже ходила, какие-то домашние дела делала на улице. У меня так свой дом. То есть я выхожу на улицу и там как что-то делаю, так скажем, по хозяйству. Вообще прекрасно защищал от пота. Даже в такую жестокую жару, действительно. Вообще даже намека не было на потоотделение на какое-то. Хорошо защищал именно вот, когда было очень жарко. И запах, в принципе, как бы мне уже немножко так, не скажу, что он мне вообще не нравился, но средненький был запах, но в восторге я от него тоже не была. Так что хороший дезодорант могу рекомендовать. Еще у меня закончился вот такой вот, такая вот водичка. Это Череш от Эйвен. Очень классная вода. По-моему, она парфюмированная, не туалетная. Очень классная. Мне она очень нравилась. Я ее просто закончила довольно-таки долго. Я ее пользовалась. Очень она мне показалась экономичная. Я не умею рассказывать особо про ароматы. Я не помню, что в ней было, какие были в ней заявлены ноты. Но не помню вообще, не помню даже, даже. Мне, в общем, она понравилась. И сейчас я принесу вам еще один продукт. Вы секунду подождите. Прошло, возможно, больше секунды. Но, прошу прощения, забыла один продукт. Это гель для бритья «Основной уход» от Эйвен. Мой муж попросил, чтобы я рассказала об этом продукте. Очень хороший продукт. Ему очень понравился. Здесь 200 мл. Он у него закончился примерно, как он говорит, месяца за полтора бреется. Он каждое утро бреется на работу. И он имел такой голубой цвет. И открывать его здесь не будет, потому что тут выделялся этот продукт. Еще выходил. Тут вообще, конечно, не очень эстетично это все выглядит. Ему очень понравился этот продукт. Он действительно гель. Гель этот при выходе из помпы, в общем, он раскрывался, так можно сказать, разбухал. И очень было удобно наносить его, пользоваться. Им образовывалась большая, обильная пена. Имеет очень приятный аромат. И, в общем, ему очень понравился этот продукт. Он сказал, чтобы я покупала только вот этот теперь продукт. И он не уступает по своим свойствам. Ни веи, ни джилету, ничему. То есть другим каким-то продуктам. Хотя стоит нам порядок дешевле. Тем более, если покупать ее как представитель. Вот. Ну все, девочки. Мальчики, кто меня, может быть, смотрел. И вот такой вот у меня был... Арсенал, можно сказать, такой вот за этот месяц закончился. Закончилось, конечно, очень много срезов для волос. Но понятно, что они... Прошу прощения. Понятно, что они закончились не именно в этот месяц. Вернее, они закончились именно в этот месяц. Но начала я ими пользоваться, конечно же, не в этом месяце. За месяц, за один это все использовать, мне кажется. Это невозможно. Хотелось бы, конечно, отметить вот этот шампунь марокканский. Обязательно буду повторять покупку. Самое, наверное, такое, что конкретно мне очень понравилось. И я по-любому буду повторять покупку этого продукта. Ладно, и так видео затянулось. Всем спасибо, всем удачи, успехов. Яркого солнышка, как у меня сегодня. Все, всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok